Елена Тонова Елена Тонова Елена Тонова Елена Тонова До начала нашего интервью я задала вопрос, в каком стиле все-таки ты рисуешь картины Ты придумала свой собственный стиль, назвав его эмоционализм Ну да, потому что в стиле меняется, объединяется, что-то рождается, но пускай будет у меня эмоционализм То есть такое новое направление? Да, с эмоциями Яркости и интенсивности Это такая огненная история? Да, ну я огненный знак, мне положено Это кто у нас огненный знак? Овен Понятно, я просто в этом не очень компетентно, поэтому на всякий случай уточнила Да Довольна ли ты реакцией зрителя? Довольна ли ты, как... Вот ты же наверняка думала, как они станут, будут рассматривать, возле какой картины они содержатся подольше, где они могут пройти мимо Наблюдала за зрителем? Да, наблюдала, была очень удивлена, позитивно удивлена, потому что мне всегда достаточно критично отношусь к себе, к своему творчеству И тут было столько позитивных эмоций И вчера встречалась с подругой, она говорит, я даже вот, говорит, мы дружили в школьные годы активно, потом как-то наши пути разошлись Но все равно, говорит, вот этих вот лет дружбы хватило, чтобы помнить себя И как бы я сначала смотрела на работы, и потом смотрела на название, говорит, ну и в принципе у ей все попадало То есть она как бы примерно догадывалась, о чем эта эмоция, или о чем эта картина И для меня это очень, очень значимо, очень важно, что картины нашли какой-то отклик, и людям действительно понравилось Есть профессия художник? Вроде как да Есть профессия врач, есть профессия бухгалтер К чему я веду? Как тебе, как художнику, звучит художница? Или все-таки художник лучше, чем художница? Наверное, художник как-то, да, более приятно для уха, или более привычно в этом плане То есть художники, и мужчины, и женщины желают, чтобы их называли художниками? Ну, в моем контексте, да, не знаю, как в остальных Образование ты получила достаточно давно, училась в художественной академии у нас в Латвии И плюс тебе удалось застать тот период времени с фантастическим педагогом Расскажи поподробнее, кто тебе преподавал Ну, сначала мне, во-первых, повезло, что в конце 80-х годов студенты Академии художницы создали эту художественную школу Которая давала среднее художественное образование И там была действительно насыщенная программа Очень много разных уроков, лекций и так далее То есть это был первый шаг важный Был у меня в Академии замечательный препод Никитин Но, наверное, все-таки важный был Каркунов Великолепный график Он преподавал еще в школе дизайна Или как она называется Не помню название точно И у него была великолепная школа графики И вот он постоянно нам говорил Учитесь видеть, а не смотреть То есть постоянно смотрите, изучайте, меряйте Он рисовал, допустим, круг, на котором рисовал одну стрелку часовую И не точно на 12, а где-то чуть-чуть на миллиметр один И спрашивает, сколько сейчас время? Так вот он смотришь и говорит Без пяти двенадцать, без двух двенадцать То есть он еще вот этой четкости, точности Он заставлял, нарабатывал руку Когда тебе нужно провести, не знаю, сто линий по одному месту Чтобы в результате получилась одна тоненькая прямая линия То есть это очень хорошая школа И я очень благодарна ему, к сожалению, он уже умер Но, во всяком случае, то, что он дал нам Это было очень значимо И, в принципе, в академии, когда были смотры по графике Очень было видно каркуновцев, как мы назывались Потому что у нас был такой очень четкий выраженный стиль графики Ну и, соответственно, это помогает и живописи Чтобы нарисовать объемы и так далее После окончания было продолжение общения со студентами? Вы до сих пор общаетесь или как-то растерялись по миру? Ну, здесь в Риге у меня две одноклассницы, с которыми я общаюсь И еще через интернет общаюсь с еще одной, которая сейчас живет в Швеции Параллельно ко всему прочему, помимо того, что ты художник Ты еще занимаешься графикой и занимаешься иллюстрацией Да, и макетированием И макетированием Какие самые сложные проекты, с которыми ты сталкивалась в рамках своей работы? Самый сложный проект – это когда клиент не знает, что он хочет Я думаю, что это касается всего Да, он говорит, вот сделайте Какой формат? Не знаю, что вы хотите Не знаю, но мне нужно завтра Вот тогда, вот это, наверное, самое сложное А гордость твоя именно в этом направлении? Что-то сделает и понимаешь, что вот это Была бы эта картина, это был бы шедевр А так это просто какая-то там журнал, каталог Ну, да, мне нравится работать в журнале Noble Vine Я там делаю достаточно много иллюстраций И в разных стилях Тогда приходится изучать статью, потому что иллюстрации Должны как-то с ними соответствовать И мне очень нравится с ними работать Потому что как-то получается делать то, что хочется И да, иногда мы с клиентом не согласны на какие-то Что-то ему кажется, что я перебрала Но потом как-то мы находим общее решение И, в принципе, мне очень нравится А были какие-то идеи, мечты, допустим, нарисовать мультфильм Сделать какую-то анимацию, что-то вот в другую сторону Чтобы оно еще и не только на картине было А еще была живой картинка, которая уже зашевелится Ну, это было, наверное, такой, как мечты не было Это было просто, ну, интересно попробовать Потому что мне нравится изучать какие-то новые программы Новые техники Поэтому, да, я в это лезу Но так, чтобы у меня было... Потому что если что-то рисовать То тебе должна быть идея, о чем этот будет мультфильм Что там будет происходить Я даже в эту сторону пока и не думала Поэтому пока нет Художники картины пишут? Да Или рисуют? Или смотря какой художник? Нет, но я думаю, допустим, если это делаешь на бросочек какой-то То это вот быстренько что-то зарисовываешь, рисуешь Потом, когда ты это переносишь на хост Или там делаешь большую графику Ну, не важно Или на гравюру Whatever Тогда ты уже начинаешь писать, творить То есть рисунок это вот что-то начальное, быстрое Чтобы поймать какую-то идею Мое мнение такое В рамках выставки у нас было с тобой открытое интервью Мы сидели перед публикой, которая слушала, о чем мы разговариваем И ты мне рассказала о том, что, в принципе, начала писать свои картины, свои работы Ты начала писать достаточно в раннем возрасте То есть ты уже с детства понимала, что ты не просто рисуешь, а пишешь картины Ну, наверное, все-таки в детстве я рисовала Это вот пошло уже, когда там начала заниматься в Доме пионеров, в Дворце пионеров Для меня было вот, когда поступали в эту художку, надо было поступать Там же был конкурс И, в принципе, я занималась в основном графикой И тут надо было что-то написать Ну, натюрморт был поставлен, по-моему Надо было написать его Я давно не возилась с красками И тут пишу, проходит мимо преподавателя Смотрит, что как происходит И моей соседке говорит, вот посмотрите, как надо Вот тогда вот как-то, да, начинаешь понимать, что ты уже, может, не рисуешь, а начинаешь писать Так что, да, рисовать я начала рано, писать я начала значительно позже Когда ты продала свою самую первую картину? Ой, продала, да, наверное, в году 90-м, 89-м Какие были ощущения? Не было этого комплекса самозванца, что, о боже, я рисовала с вдохновением, а мне за это решили заплатить деньги? Или наоборот, наконец-то это происходит? Ну, там была какая-то такая абсолютно глупая ситуация Это был один из моих знакомых, который уезжал на постоянную в Германию Он сказал, ну, мы дружили Он сказал, что он бы хотел у меня, вот, знаю, что я на тот момент в основном занималась батикой Он хочет вот что-то, какую-то работу у меня купить Субтитры сделал DimaTorzok